Добрый день, уважаемые выпускники, а также девятиклассники и те, кто готовится сдать ВПР по английскому языку. Сегодня мы с вами рассмотрим третье задание устной части, которое является тематическое монологическое высказывание «Описание фото». Думаю, мой урок сегодня будет вам полезен. Давайте посмотрим на задание. Why you decided to show the picture to your friend? You have to talk continuously, starting with I've chosen photo number. Итак, давайте посмотрим, что следует из этого задания. Времени на подготовку к заданию у вас будет полторы минуты. Вам нужно будет в течение двух минут описать одну из трех предложенных фотографий, используя объем 12-15 предложений. Не забудьте о том, что это фото из вашего фотоальбома, и вам нужно выбрать одно из них, не описывать все три фотографии. Во-первых, здесь сразу хочу дать вам совет. Выбирайте, пожалуйста, фото мгновенно. Не тратьте на это ваше драгоценное время. У вас будет всего полторы минуты на подготовку. Не тратьте время зря. Для того, чтобы выбрать фото, мои советы. Прежде всего, выбирайте фото, где есть люди, желательно не один человек. В данном случае все три фото подходят. Несмотря на то, что на третьем фото кажется, что один мужчина изображен, там есть рука еще одного человека. Таким образом, есть какое-то действие. На каждом из фото, которое вы видите на экране, есть действие, которое вам нужно будет описать в третьем аспекте. Таким образом, любая из этих фотографий замечательно подходит для того, чтобы выполнить задание. Давайте рассмотрим стратегию выполнения задания. Прежде всего, мои вам советы – это внимательно читать текст задания, обращая особое внимание на выделяемые элементы содержания и ограничители, то есть пункты плана. Не нужно дополнять что-то или выбрасывать из пунктов плана. Будьте, пожалуйста, точными в данном случае. И объем монолога. Это количество фраз. В ответе, вы помните, их должно быть сколько? Правильно, 12-15. А также время, которое вам будет дано на ваше высказывание. Это, если вы помните, две минуты. Также ваша задача раскрывать содержание всех пунктов, не опуская ничего. Строить высказывание в соответствии с данным планом. По второму критерию вы будете оценены, и если ваше высказывание будет в соответствии с планом построено, вы получите максимальный балл. Если же высказывание будет построено не по плану, то, возможно, максимального балла вам не получить. Также при планировании монологического высказывания сначала продумать нужно ключевые фразы каждого пункта. Не придумывайте сразу все монологическое высказывание. За полторы минуты, возможно, вам не удастся это сделать. Продумайте ключевые фразы по каждому пункту. Дальше. Начинать следует с общего представления темы. Нужно давать развернутую аргументацию, если в пункте есть слово why. А такими пунктами у нас являются два последних пункта. Давайте вернемся к заданию. Why you keep the photo in your album and why you decided to show the picture to your friend. Итак, нужно давать развернутую аргументацию в этих двух последних пунктах. А также избегать давать избыточную информацию, которая не обозначена в пунктах. Что означает избегать давать избыточную информацию? Когда вы будете описывать фотографию, пожалуйста, описывайте фотографию, а не составляйте рассказ по картинкам. Не нужно додумывать то, чего нет на фотографии. Очень часто выпускники рассказывают, что было до того, как была сделана эта фотография, или что происходило после того, как ее сняли. Не нужно этого делать. Описывайте фотографию. Давайте рассмотрим критерии оценивания выполнения этого задания. Начнем с максимальных баллов. По критерию решения коммуникативной задачи, то есть по содержанию, максимально возможное количество баллов это 3 балла. По второму критерию организации высказывания максимальное количество баллов 2. Также максимальное количество 2 балла по языковому оформлению высказывания. И таким образом максимальное количество баллов вы можете получить 7 за выполнение этого задания. 3 балла за решение коммуникативной задачи вы получите в том случае, если коммуникативная задача выполнена полностью, содержание полно, точно и развернуто отражает все аспекты, указанные в задании, и объем вашего высказывания составляет 12-15 фраз. 2 балла вы получите в случае, если коммуникативная задача выполнена частично, один аспект не раскрыт, а остальные раскрыты полно, или 1-2 раскрыты неполно. Таким образом, в вашем ответе 9 или 11 фраз. 2 балла вы получите за организацию высказывания в случае, если высказывание логично и имеет завершенный характер, имеются вступительные и заключительные фразы, помните, пожалуйста, о них, которые соответствуют теме, а также средства логической связи используются правильно. Что значит средства логической связи используются правильно? Это значит, вы использовали достаточное количество средств логической связи для того, чтобы ваш рассказ звучал связно. Следующее, языковое оформление высказываний критерий. Здесь максимальное количество 2 балла вы получите в случае, если используемый словарный запас, грамматические структуры и фонетическое оформление высказывания соответствуют поставленной задачи. Допускается не более двух негрубых лексико-грамматических ошибок и или не более двух негрубых фонетических ошибок. Что значит негрубые ошибки? Это ошибки, которые не являются материалом начальной школы или пятого класса. Давайте рассмотрим критерии дальше. Посмотрим, когда же вы получите один балл за решение коммуникативной задачи. В том случае, если коммуникативная задача выполнена не полностью, два аспекта не раскрыты, а остальные аспекты раскрыты полно, или все аспекты раскрыты неполно, а объем вашего высказывания 6-8 фраз. В случае, если же коммуникативная задача выполнена менее чем на 50%, то есть три и более аспекта содержания не раскрыты, пять и менее фраз, в этом случае вы получите всего лишь 0 баллов, к сожалению. Здесь важно помнить, что если решение коммуникативной задачи оценено экспертом в 0 баллов, то ваша работа не будет оценена по двум другим критериям. И таким образом за все задание вы получите 0 баллов. Дальше организация высказывания. 1 балл мы получим в случае, если высказывание в основном логично и имеет достаточно завершенный характер, но отсутствует вступительная и или заключительная фраза и или средства логической связи используются недостаточно. Также 0 баллов вы получите за это задание по критерию организации высказывания, если высказывание нелогично и или не имеет завершенного характера. Вступительная и заключительная фраза отсутствуют, а средства логической связи практически не используются. По критерию языковое оформление высказывания 1 балл получают экзаменуемые в случае если используемый словарный запас, грамматические структуры, фонетическое оформление высказывания в основном соответствует поставленной задаче. В случае допускается не более 4 лексико-грамматических ошибок, из них не более 2 грубых ошибок, или и не более 4 фонетических ошибок, из них опять же не более 2 грубых ошибок. 0 баллов за языковое оформление высказывания получают экзаменуемые в случае если понимание высказывания затруднено из-за многочисленных лексико-грамматических и фонетических ошибок, 5 или более лексико-грамматических ошибок, или 5 и более фонетических ошибок, а также если вы допустили более 2 грубых ошибок. И мой последний совет вам. Рассмотрите, пожалуйста, фотографии. Все они представлены в открытом банке заданий FIPI. Там вы можете увидеть все фотографии, которые будут использованы на экзамене. Мой вам совет. Присвойте себе эти фотографии. Что значит присвоить эти фотографии? Рассмотрите их и представьте, что они в вашем альбоме. Ведь задание представить, что вы описываете фото из вашего альбома своему другу. Для того, чтобы во время экзамена не ломать голову, кто эти люди на фото, чем они заняты, как их зовут, заранее зайдите, пожалуйста, в открытый банк заданий FIPI. Рассмотрите все эти фотографии. Их там гораздо больше, чем представлено сейчас на экране. И присвойте их себе. Например, вот я смотрю на первое фото и думаю, о, это же мой двоюродный брат. Зовут его Константин. Он водитель маршрутного такси. И я, когда увижу эту фотографию на экзамене, уже сразу вспомню, что это мой двоюродный брат Костя. Он водитель автобуса. Дальше посмотрите, пожалуйста, на следующее фото. Здесь у нас с вами женщина-библиотекарь. Я сразу подумаю, что... О, это же моя тетя Аня, которая тоже работает библиотекарем. И когда на экзамене мне попадется это фото, я уже буду знать, кто на фото изображен. Как ее зовут. Посмотрим на следующее фото. Здесь я с подругами занимаюсь фитнесом. И таким образом, когда на экзамене мне попадется эта фотография, я сразу же знаю, кто изображен на этой фотографии и чем они занимаются. Рассмотрим другие фотографии. Например, вы видите счастливая семья. Здесь мы можем сказать, например, это я со своими родителями 10 лет назад. Это был день моего рождения. Таким образом, у вас сразу уже готовый ответ на вопрос, кто и что изображено на фото. Например, вот фото, опять же, счастливой семьи на отдыхе. Здесь мы тоже можем сказать, на фото я. Если это мальчики, то они могут сказать, на фото моя младшая сестра с родителями. Фото было сделано 10 лет назад, допустим, во время нашего отдыха на островах. Присвойте, пожалуйста, эти фотографии себе. И ощутите этих людей, которые изображены на фотографиях, уже вашими родственниками и друзьями. И тогда на экзамене вам будет гораздо проще рассказать, кто эти люди и чем они заняты на фото. Я желаю вам всем успеха на экзамене. Надеюсь, что вы будете подготовлены к нему. Желаю удачи. Звук-звук-звук-звук-звук-звук-звук-звук-звук-звук-звук-звук-звук-звук-звук-звук-звук-звук-звук-звук-звук-звук-звук-звук-звук-звук-звук-звук-звук-звук-звук-звук-звук-звук-звук-звук-звук-звук-звук-звук-звук-звук-звук-звук-звук-звук-звук-звук-звук-звук-звук-звук-звук-звук-звук-з